Книга «Открытым оком». Вопросы на тему Святой Библии. Вопрос 349. Матфея, 23 глава, 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». «Поясните, пожалуйста, этот стих», — отвечает Игнатий Лапкин. «По отношению нас, православных, это высвечивается так. Священники, да архипастыр, не ищут ответа в Слове Божьем, не знают его и не любят, а значит и не просвещены и слепы. Но авторитет их весьма высок, у слеподствующих и невежт. И священники учат их таким неважным и пустяшным вещам, про которые стыдно и говорить. Через какое плечо подавать свечу, как правильно заказывать на панафитку, как правильно пить святую воду и просфорку, съедать натощак. И часто говорят о том, что апостол Павел называет бабьями баснями, а златоуст — бредьями пьяных старух. «Место пустым, незанятым не может быть. Природа не терпит пустоты». Матфея, 12 глава, срок 4 стих. Тогда говорит «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и придя, находит его незанятым и выметенным и убранным. Слепые прихожане учатся юродствовать, разведывают, каким маслом смазали формы для выпечки хлеба, и, не зная закона, Слово Божие совершают страшные смертные грехи, волшебствуют, занимаются шептунством. Притча, 15, 8. «Жертва нечестивых мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна ему». Притча, 28, 9. «Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Мелочная, пустая, щепетильность есть комар, а нарушение важнейшей заповеди, когда ее ставят ни во что, и есть поглощение верблюда».